В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с главами администрации городов и районов сразу по нескольким вопросам. Подвели итоги организационной работы по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию на территории республики. Глава поблагодарил членов Резисбиркома, глав городов и районов, представителей общественных организаций и волонтеров за большую проделанную работу по обеспечению избирательного процесса, который прошел на высоком организационном уровне с соблюдением всех санитарных норм. Две другие темы – реализация нацпроектов и подготовка здравоохранения к прохождению осенне-зимнего периода. Мусульмане всего мира отметили священный праздник Курман-Байрам. Там председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Карачао-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев поздравил всех жителей с этим священным днем. Поздравить в первую очередь с праздником Курман-Байрам и пожелать всем, чтобы в этот день мы все вместе пришли в мечети, пожелали друг другу здоровья, в первую очередь благодействия Всевышнего и чтобы мы все жили по тем законам, которые нам предписал Всевышний Аллах. Дай Аллах, чтобы мы, подчиняясь Всевышнему, чтобы мы отошли в сторону от этих вирусов, чтобы мы все выздоровели, чтобы мы не болели. Я сам на себя почувствовал, что это такое, поэтому я вас прошу, это очень страшная болезнь, поэтому берегите себя, остерегайтесь и дай Аллах, чтобы мы встречались по радостным поводам. В этом году правительством России был выпущен ряд нормативных документов, касающихся изменения в работе Главных бюро медико-социальной экспертизы. И сегодня гость нашей программы, руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Карачево-Черкесской республике Зурида Аргунова. Она ответила на ряд вопросов и пояснила, какие изменения вступили в силу в этом году и чем они могут облегчить жизнь людей, которые обращаются в данное учреждение. Был издан новый закон о продлении инвалидности. Я хотел бы, чтобы вы пояснили, что это за закон. И что благодаря этому закону будут подлены автоматические выплаты на 6 месяцев. Вы могли бы пояснить? В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также в целях реализации прав инвалидов на социальную защиту, правительством Российской Федерации было принято постановление. Постановление называется «О временном порядке признания лица инвалида». Было принято постановление 9 апреля 2020 года. Номер этого постановления 467. Если нет направления на медико-социальную экспертизу, гражданин не смог оформить вовремя направление. Инвалидность продлевается автоматически на полгода, на 6 месяцев. Если автоматически продлевается инвалидность до 1 октября, необходима ли справка об инвалидности? Справка, подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации, то есть документы, оформленные по результатам экспертизы, будут храниться в нашем учреждении, в учреждении медико-социальной экспертизы. Подскажите, а зачем тогда справка? Я слышал, что пенсионный фонд автоматически будет выплачивать выплаты по инвалидности. Пенсионный фонд будет продолжать выплаты по инвалидности только при наличии сведений о результатах медико-социальной экспертизы, то есть справки об инвалидности. Как проводится экспертиза лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях? В соответствии с временным порядком, от 15 апреля 2020 года, с 1 марта по 1 октября 2020 года, то есть последующие полгода, проведение экспертизы лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществляется только заочно. Ну и гражданам срок переосвидетельствования, которых наступает в период, вот на этот период, с 1 марта по 1 октября, включительно при отсутствии направления на МСЭ из медицинской организации, без их обращения в учреждение МСЭ, то есть к нам, продлевается ранее установленная степень утраты профессиональной трудоспособности на 6 месяцев. Ну и соответственно составляется программа реабилитации пострадавшего с сохранением всех ранее рекомендованных технико-реабилитационных мероприятий. Продлят ли инвалидность гражданину, которому исполняется 18 лет? Продляние инвалидности гражданину, которому при предыдущем освидетельствовании была установлена категория ребенок-инвалид, до достижения 18 лет и срок переосвидетельствования, которого наступает в период действия настоящего временного порядка, о котором я говорила ранее, осуществляется путем установления первой, второй или третьей группы инвалидности на полгода, на срок 6 месяцев. Как передаются сведения об установлении инвалидности в Пенсионный фонд? Сведения о результатах экспертизы в течение трех рабочих дней с даты вынесения решения нашим учреждениям предоставляются в Пенсионный фонд. А как сведения передаются в соцстрах о рекомендуемых технических средствах реабилитации? Также в течение трех рабочих дней о рекомендованных реабилитационных мероприятиях в части обеспечения техническими средствами реабилитации передается в фонд социального страхования. Как проходит процедура установления группы инвалидности граждан, впервые обратившихся в учреждения медико-социальной экспертизы? Экспертиза при первичном освидетельствовании, то есть тогда, когда граждане обращаются к нам первый раз, проводится только по направлению НОМСЭ, из медицинской организации, которая передается посредством курьера. Экспертиза в данном случае проводится заочно на основании анализа представленных медицинских документов и устанавливается группой инвалидности или категории ребенок-инвалид детям до 18 лет. Подскажите, а правда, что знак инвалид не будут выдавать в медико-социальной экспертизе? Федеральное казенное учреждение информировало и ранее на нашем сайте. С 1 июля 2020 года прекращается выдача федеральными учреждениями НОМСЭ опознавательного знака инвалид для индивидуального использования. А в каком нормативном документе прописано о выдаче знака инвалид? С 1 июля вступил в силу новый приказ, приказ Минтруда России, приказ под номером 724 об утверждении порядка размещения в федеральном реестре инвалидов, сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом. Тогда скажите, где можно получить опознавательный знак инвалид гражданам, которые имеют инвалидность? Опознавательный знак инвалид для индивидуального использования в настоящее время не будет выдаваться. В соответствии с порядком для реализации права на бесплатную парковку транспортного средства, управляемого инвалидом или транспортного средства перевозящего инвалида, инвалиду законам или уполномоченному представителю инвалида необходимо подать в Пенсионный фонд Российской Федерации заявление об использовании транспортного средства. А как подается заявление в Пенсионный фонд? Заявление может быть подано инвалидам либо его представителям в Пенсионный фонд следующими способами. Через личный кабинет, в Федеральный реестр инвалидов, через портал госуслуги и через МФЦ. В отношении скольких транспортных средств можно подать заявление? Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При необходимости изменения сведений о транспортном средстве необходимо подать новое заявление. Опознавательный знак инвалид, как и раньше, всем инвалидам будут выдавать или есть какие-то ограничения? Ранее опознавательный знак инвалид выдавался всем инвалидам. С 1 июля текущего года выдача таких знаков будет адресной для инвалидов третьей группы. Этот знак инвалиды третьей группы будут получать в том случае, если у них имеется ограничение к передвижению. В силе ли останется решение медико-социальной экспертизы, если опознавательный знак инвалид, инвалид третьей группы получил бессрочно? Если получатель государственной услуги, имеющий третью группу инвалидности, получил знак инвалид бессрочно до 1 июля 2020 года, то до вступления изменений в силу, то его отбирать не будут, так как закон обратной силы не имеет. Великий маэстро Северного Кавказа, так называют самого известного композитора Юга России Аслана Алиевича Даурова, автору гимнов Карачаева-Черкесии и Международной Черкесской Ассоциации, лауреату Государственной премии России имени Михаила Глинки в этом году исполнилось бы 80 лет. Фатима Даурова подробнее. День рождения Аслана Алиевича Даурова отмечается каждый год. На торжественном митинге, который прошел у памятника композитора, стоящего в самом центре Черкеска у парадного входа музыкального училища, гордо носящего имя маэстро, присутствовали официальные лица республики, деятели культуры, театралы, общественники, друзья, односельчане и родственники Аслана Даурова. Признание при жизни он успел получить. Это большой знак. Его признали и на государственном уровне. Вы знаете, что он один из первых лауреатов Государственной премии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, имеет почетные награды международные. В других регионах его учстили и уважали, потому что музыка его, это не была музыкой только адыгов, не была музыкой только Кавказа. Это была действительно мировой музыкой, потому что и в Лондоне, и музыка плескали, и иностранцы чувствовали душой мелодию, которую никогда раньше не слышали. Потому что действительно это была мелодия, которая шла от души всего народа. Аслан Олеевич был единственным представителем Северного Кавказа, который был членом комиссии по государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства при президенте России. Отмеченный многими званиями и наградами, Аслан Дауров оставался простым, открытым, общительным человеком, полным кипучей энергии и творческих планов. Он заряжал окружающих вибрацией своей светлой души, вспоминает о родственнике Мухаммед Дауров. Он был первым, а быть первым – это всегда трудно. Тот человек, который прокладывает дорогу, он сам, он достоин того, чего мы сегодня здесь делаем. Талантливый человек, талантлив во всем, говорят. Аслан был таким, что он был талантлив и в музыке, и в искусстве, и в литературе. Во всех сферах вообще он был талантлив, но он выбрал музыку. Если бы он выбрал другую эстезию, там же все журналисты, он был бы на уровне союзного масштаба. Так что он обладал вот таким даром. Струна жизни Аслана Даурова оборвалась в 99-м году. Ему было всего 59 лет. Его музыка, неповторимая по индивидуальности и красоте, осталась и звучит до сих пор. Все официальные мероприятия в Карачаево-Черкесии начинаются с гимна, автором которого стал Аслан Дауров. Он был первым профессиональным композитором, великим маэстро и останется таким в памяти людей. Фатима Даурова, Зарема Карданова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасминэлиттекстиль09». Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Незабываемый отдых в Крыму. Феодосия, Судак, 6 дней. И все направления Краснодарского края. Геленджик, Дивноморск, Архипаосиповка, Джугба. Обращаться по телефону 8-928-03-04-366, 8-963-283-05-15. Роскачество. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. «Кострома» с 26 по 29 августа. Седьмой Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм «Человек и вера». Медиафорум о культурных ценностях и духовных традициях России. Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпаний. Подробности на сайте gtrk.defizkostroma.ru Вы знаете, что теперь в налоговой инспекции можете моментально решить проблемы с обслуживанием, оставить свой отзыв и оценить качество услуги. Для этого используйте специальную ссылку или QR-код, которые размещены на информационном стенде, а также QR-код на талончике с номером на обслуживание. Отсканируйте код при помощи вашего телефона или планшета любой программой для чтения QR-кодов. Укажите услугу, выберите смайлик, введите сообщение и отправьте его. Сообщение мгновенно поступит непосредственно руководству инспекции, и вам оперативно будет оказана помощь. Длинная очередь, недостаточно посадочных мест, другие проблемы. Используйте QR-код. Попробуйте. Это быстро, просто и удобно. Так, сегодня отрабатываем подачу. Меня никто не понимает. Как же меня это бесит? Да разве это проблемы? Вот у меня на работе реальная проблема. Я некрасивая, меня никто не замечает. Я уже взрослый, хватит меня контролировать! Давай это обсудим. Не пропустите сигналы агрессии. Успейте заметить, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал ЯРодитель.ру Стадион Саулук в Карачаевске после капитальной реконструкции станет любимым местом не только для спортсменов, но и горожан. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение начать ремонт стадиона, объединив возможности Минспорта и Минстроя региона. Аслан Гиреугов подробнее. Для жителей Карачаевска стадион Саулук является одним из самых посещаемых мест. На его территории собираются как взрослые, так и дети. Кто-то приходит просто погулять с семьей, а кто-то заняться серьезными тренировками. По указу главы республики работы по реконструкции начнутся в ближайшее время. Многие жители согласятся с тем, что стадион давно нуждался в ремонте. О, и сама идея очень чудесная. Самая собираемая, самая используемая территория, наверное. Вот столько народу по вечерам, по утрам, столько народу. Самое любимое место, не совру, наверное, самое любимое место горожан тут. Вот глава города Динаев тоже по силе возможности помогает, там спорткомитет помогает. Я очень положительно отношусь к этой идее, что будет ремонт, потому что здесь много чего уже так разрушилось. А это такое место, что сюда, наверное, полгорода приходят и днем, и вечером вот с детьми. Здесь и воздух чище, и машин нет. Вообще очень замечательное место. Данная новость порадовала не только взрослых, но и детей. Ведь на стадионе всегда собиралось большое количество людей разного возраста. На базе спортивного объекта есть секция по футболу для разных возрастных групп. Для будущих чемпионов новость о ремонте любимого стадиона стала очень радостной. Скажи, пожалуйста, как тебе идея того, что стадион будет ремонтировать? Да, классно. Стадион, когда его уже поремонтируют, будет удобнее бегать, покосят. И этот. И стадион уже старый, он уже почти разваливается. Идея нравится, будет намного удобнее тренироваться. Тренироваться, пока тут не так уж и удобно тренироваться, потому что, ну, тут кочки везде и трудно бить. Там посыдывать, они же об кочки. И когда вот лечишь в пустые ворота, можно, эти кочки мешают просто забить. Я буду очень рада. И можно будет легко тренироваться. Я смогу очень сильно тренироваться. С большим удовольствием мы все относимся к этому, чтобы дети где-то занимались, что-то делали. Я лично своего внука запишу, чтобы он занимался спортом. Ни для кого не секрет, что занятия спортом важны для взрослых и детей. И в ближайшее время жители Карачаевска смогут заниматься в более комфортных условиях. Аслан Грюгов, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева. Черкесия. Карачаевск. Умеренные физические нагрузки – залог здоровья. И чтобы быть в хорошей физической форме, необходимо только побороть свою лень. В Тиберде за последние два года строится уже вторая современная универсальная спортивная площадка. Из города-курорта репортаж Халы Динаевой. В северном микрорайоне Тиберды на территории первой школы, которая носит имя просветителя и художника князя Исламбия Крымшамхалова по федеральной программе развития физической культуры и спорта, строится современная спортивная площадка. Это самый густонаселенный микрорайон живописного города. А комфортного места для занятий различными видами спорта для жителей здесь не было. А сейчас горожане наблюдают за ходом строительных работ спортивного объекта. Мы ждем с нетерпением открытия этой площадки. Очень большое, благое дело. А одна площадка у вас есть уже в Тиберде, да? У нас, да, в районе Поляна, в районе средней школы номер два, там открыли площадку в том году, большое поле. Там одна часть детей собирается, здесь другая будет часть детей собираться. Расскажи, сколько тебе лет и ты любишь футбол? Я люблю футбол, мне четыре года. А вот здесь будет площадка, будешь приходить играть? Да. Да, какой ты молодец. А кто из футболистов тебе нравится по телевизору? Вот ты смотришь чемпионаты мира по футболу? Нет, не смотрю. Ты играешь, да, пока сам? Да. Какой ты молодец. 30 на 60 метров. Площадь строящейся универсальной спортивной площадки. Основание уже готово, а сверху покроют резиновой стружкой, рассказывает глава Тиберды Аслан Канаматов. Строителям еще предстоит провести освещение, построить ограждения, установить спортивные элементы, футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольные столбы. На которой будет у нас, значит, футбольное поле, волейбольное поле и баскетбольное поле. Строительство данной площадки началось недавно, это в начале июня, но в связи с пандемией нам чуть-чуть пришлось приостановить работу. К концу августа планируют создать. И уже к началу нового учебного года для учащихся первой школы Тиберды будут созданы комфортные условия для проведения урока физической культуры. И, возможно, эта площадка станет излюбленным местом для горожан, ведущих здоровый образ жизни. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. Что привлекает туристов в Карачаево-Черкесию, кроме гор, рек и чистого воздуха? Хачаны. Именно это блюдо национальной кухни в первую очередь пробуют гости, а к ним гостеприимные хозяева подают живительный сусап на Нарзане. Поэтому в курортных поселках хачаны пекут и жарят на каждом шагу. У хозяек серьезная конкуренция, каждая старается на славу, чтобы именно ее хачаны пользовались наибольшим успехом. Хачаны в Архызе дегустировала Мадина Каракетова. Запах шашлыка и хачанов так и витает в воздухе. Стоит только подъехать к Лику Христа. Это первая достопримечательность по пути в Архыз. Туристы часто останавливаются на этом месте. Здесь раскинулся сувенирный рынок и хачины. После походок в святыни, подъем которой не самый простой, приходится преодолевать более 500 ступенек, человека одолевает жажда и предательски урчит в животе. У Марины Кубановой ни минуты покоя. После долгого перерыва туристический сезон все же открыли. Заработало и ее придорожное кафе. Местная кухня изобилует блюдами, но хачаны – несомненный фаворит, говорит Марина. Мы туристам предлагаем 3-4 вида хачанов. Это картофель с сыром, сыр с зеленью, мясо и хачаны с ботвой. Туристы разные, но основное количество предпочитают хачаны с сыр с зеленью. Почему-то он очень полюбился нашим сыром, он очень тянется, мягкий, нежный, приятный вкус. Они любят больше сыра. Наши ребята тоже не оставляют нас без внимания, приезжают и кушают хачаны с мясом. Горские парни едят мясо побольше. Картошка с сыром – это вообще классика жанра. Марина Кубанова очень ответственно относится к приготовлению хачанов. По ее словам, большую роль играет качество муки. От этого зависит и качество теста. Марина всегда использует муку высшего сорта, замешивает тесто на молоке или сыворотке, добавляет масло. Оно делает тесто особенно нежным. Это один из ее поварских секретов. Ну и начинка для каждого вида хачана соответственно только из качественных и натуральных продуктов. Сыр используется и при приготовлении картофельных хачанов и сырных с зеленью. Марина рассказывает, что туристам очень нравится, когда он тянется в хачане. А это возможно лишь при использовании свежевыжатого сыра. У Марины свое хозяйство. Она дует коров, из молока которых ей собственноручно готовит сыр, а также айран, сметану, которые тоже предлагает туристам. Рассказывает, что ее гости предпочитают хачаны, жареные на масле. Чистейшее масло, без канцерогенов, безо всякой химии. Масло должно раскалиться, чтобы вы могли быстро опустить туда хачан, так как начинка уже готова, картошка отварная, сыр готовый, и тесто нежное, пышное. Ему там 2-3 минуты вполне хватает, чтобы пожариться хачану. С мясом, конечно, мы держим чуть-чуть подольше, чтобы мясо приготовилось. А хачан, картофель с сыром, он готовится быстро, на раскаленное масло, и мы его тут же достаем. Марина, а вот некоторые на одном масле жарят везде, и у вас так? Нет, ни в коем случае. Если жарить это на одном масле, это, во-первых, все горит, это гарь, это запах в зале, это недовольные наши гости, это, опять же, повторяюсь, наша репутация, наше имя, имя моего народа. Ни в коем случае, мы таких вольностей не можем себе позволить. Попробовав один раз хачаны Марины Кубановой, гурманы сразу рекомендуют искусного повара своим знакомым, да и гости нередко адресуют ей слова благодарности. А для Марины это самая большая награда. Говорят, лучшие хачаны, очень вкусные. Ваши хачаны особенные, может, в тесте секрет? Ну, в тесте маленький секрет тоже есть, ну, не сколько тут секрета, сколько души. Мы просто любим то, что мы делаем, нам это нравится, чтобы людям, нашим гостям, приезжающим, всем было приятно, и нам приятно, когда мы подаем им наши хачаны. Просто душа и любовь к тому, что ты делаешь. Туристы уже давно оценили горный чай, которым здесь с удовольствием угощают гостей. Но он хорош зимой. А вот в летний зной Сусап на Нарзане самое то. До запитой араном хачин не доставляет неудобств даже самому капризному желудку. Братья Герман и Глеб из Московской области уже оценили это преимущество. Понравилось больше зеленью с сыром. Очень вкусное, во-первых, тесто. Ароматный запах пряный. Сыр тягучий. Все очень натурально, по-домашнему. Айран очень вкусный, кислый. Освежает. Хачины здесь на каждом шагу. И у хозяюшек настоящая конкуренция. Каждая старается, чтобы именно ее хачины были лучшими. Придумывают свою изюминку. Гости, расположившись в беседке у речки, ждут неповторимые мясные хачины Фатимы Байчоровой. Начинка хачинов Фатимы не совсем традиционна. Мясо-соль-лук, что называется, с перчинкой. Секрет наших хачинов – это его начинка. Начинка говядина чистая. Мы добавляем туда специи, лучок, чесночный перец, черный перец. И по вкусу, по желанию, красный горький перец, что придает очень-очень-очень приятный вкус. И наши хачины становятся сочными. Рецепт хачина с ожгучим перцем Фатиме передала бабушка. И он ее никогда не подводил. По мнению Фатимы, при приготовлении хачина очень важно также соотношение теста и начинки. Чтобы хачин получился идеальным, нужно взять одинаковое количество теста и начинки. О, вот теперь получилось. Начинку прячем в тесто. Готовим вот такой вот кругляшок. Немножко придавливаем. И самое главное теперь, чтобы начинка не вывалилась из теста. Раскатать. Придавите чуть-чуть сверху. С этой стороны, тогда получится нормально. Потихонечку, медленно, но сильно раскатать, чтобы оно сырое не осталось. Чтобы тесто и мясо сырое не осталось. Идеальный хачин – это тот, в котором тесто не толстое, правильно? Ну, кто любит толстую, но идеально, когда оно тесто само не сильно толстое и не сильно тонкое. Ага. И чтобы начинки там было достаточной, да? Да. Ну как, оцените. Мой хачин, конечно, получился не такой презентабельный, как у настоящих мастериц, поэтому пришлось его есть в нашей съемочной группе. А вот хачины настоящих профессионалов туристы ценят очень высоко. Когда ты спускаешься с гор, через месяц. Да. И трогаешь вот этот хачин мягкий, вот такой круглый, большой. Как ММД, стоит во рту, не в руках. Тоненькое тесто, мясо, просто блаженство. Мы обожаем вашу кухню. Да. Спасибо большое, очень вкусная. И голова. Сырные есть, да, тоже. Приправы, кухня ваша классная. Нам же остается только порадоваться тому, что приезжающие к нам гости довольны и сыты. Уезжают восхищенные местными красотами и гостеприимством, которыми Карачаево-Черкесия славится и издревле. Ведь пока живы обычаи и традиции, непоколебимо стоят горы и низвергаются шумные потоки, жарятся шашлыки, хачины, подается путнику живительный айран, жив и народ. Мадина Каракетова, Руберт Жигутанов, Инна Мостовая, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз. Курорты Карачаева-Черкесии возвращаются к привычной жизни. Туристы со всех уголков страны устремились в горы, чтобы успеть насладиться природой в летнее время. Оно в Архызе особенно привлекательным. Озера, альпийские луга, удивительные тропы влекут за собой туристов. Светлана Козеева убедилась, что Архыз прекрасен в любое время года, и даже лыжи летом особенные. Летний лыжи Архыза – это лошадь. Именно летом туристам открываются увлекательные конные маршруты по горам Карачаева-Черкесии. Непродолжительные для таких неопытных, как я, и многодневные до Красной Поляны. Поклонники экотуризма приехали в Архыз со всей России. Эти парни выбрали чистый воздух, сочную зелень и яркое солнце. В Архыз они добирались пешком. Несколько дней по горным тропам к курортному поселку Романтик. Мы идем шестой день из Архыза, через водопады, через перевалы. Сегодня прошли километров 12-13, еще 8 пройдем и ляжем спать в палатке. Пейзажи просто чудесные. Идем, радуемся все, устаем, но все равно серотонин поступает в мозг, и мы счастливы. Альпийские луга, Ланское городище, самые древние христианские храмы на территории России. А еще крупнейшая астрофизическая обсерватория Российской Академии Наук с самым большим телескопом в стране. Ну и, конечно, красивые виды зеленых гор со снежными вершинами. Архыз настолько многолекий, что одного дня отдыха здесь точно не хватит. И где же переночевать, если ты не готов к романтике палаточных городков? Для любителей комфорта в Архызе построены гостиницы со звездами. Одна ярче другой. Добро пожаловать в Архыз. Наш пятизвездочный отель был открыт в декабре 2018 года. Это второй летний сезон. В нашей гостинице 89 номеров разных категорий. Также на территории комплекса есть два комфортабельных шале для тех, кто хочет жить приватно. Я очень надеюсь, что этим летом все успеют отдохнуть и посетить наш комплекс для того, чтобы насладиться горами. Этот отель очень крутой, хоть я только вчера сюда и приехал. Оценивают отели по пятибалльной шкале 5 звезд, 4, 3, 2, 1. А я оцениваю по 88 звезд. И я ставлю высшую оценку 88. Богатство Архыза, горы, солнце, воздух, вкусные хычины и шашлыки – это вершина айсберга. Приятного аппетита. А из глубины веков вытекают чистейшие ледниковые воды. Из заповедного леса горная вода мчится во все уголки России. А это та самая вода Архыз. Ее добывают на курорте и прямо здесь разливают. Природная, кристально чистая и такая полезная. Экологически чистую воду любят и лошади. Поэтому они выносливы, исполняют любые капризы туристов. На вершину горы лошадь поднимается за полтора часа. Но какой русский не любит быструю езду. И для таких скоростных вместо коней – канатные дороги. И эта кабинка на гору поднимет за 10 минут. И все-таки на лошади интереснее, потому что с тобой романтичный друг из поселка Романтик. Светлана Казиева, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Архыз. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание. И пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова